Более 3 миллионов белорусов привились против гриппа. Это почти 35% населения. Наиболее активно иммунизируют медицинских работников и людей из учреждений с круглосуточным пребыванием. В зоне риска также маленькие дети с неокрепшим иммунитетом, люди с хроническими недомоганиями и пожилые. Компанию планируют завершить до конца декабря. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило очередные разъяснения по вопросам применения постановления Совмина. В частности, о порядке формирования цены при приобретении товаров на скидке или оптом, стоимости реализации остатков, какую продукцию следует относить к позиции моющие средства по уходу за автомобилями. Освод предупреждает об опасности выхода на неокрепший лед. Ударили морозы, однако покрытие рек еще не скоро станет достаточно плотным для рыбалки. Необходима толщина минимум 7 сантиметров. Если вы увидите, что человек провалился, немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 113. В Бобруйском районе легковушка сбила пешехода. Инцидент произошел 19 ноября около 18.30 в деревне Ясный лес. Водитель Volkswagen наехал на местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший, как оказалось, был пьян. Его госпитализировали. Бобручанин Николай Хурсов признал лучшим инспектором Могилевской области. Конкурсанты прошли тестирование по вопросам, которые входят в компетенцию органов Государственного пожарного надзора, а также индивидуальное собеседование. Судейство было строгим, но справедливым.